Добрый день! Сегодня 29 мая 2022 года. Я думаю, заканчиваю репортаж по поводу нашего дома. Я рассказала, как мы продавали тот, как мы покупали этот. Сделала рум-тур в третьей части. Ну и сегодня показываю вам порч. Вот сейчас мы пойдем на улицу, потому как у нас порч-то был. Мы с вами разговаривали по поводу того, что он у нас был, но мы его тоже покрасили. Пол на два раза. Вверх только макушечки. То есть до того, как все покрасили, Ларри купил вот такой большой ящик. И в нем хранились все подушки, потому что мебель стояла там на улице. А мы пока красочку подобрали пока что. Гриль у нас совершенно новый. Он купил вот такой вот дорогой, хороший, с тем, чтобы нравилось. Здесь у нас мебель, которую вы знаете. Мы ее так расставили. А то, чего не знаете, это вот эта крыша. То есть мы когда приехали, у нас порч вот этот был. Я где-то, кстати, фотографию сделала. Надо тут поставить, не забыть. А крыши никакой не было. И Ларри пригласил специалиста с тем, что поставьте нам, пожалуйста, крышу. И он был готов делать за 10 тысяч, но через полгода примерно они очень заняты. И Ларри говорит, я сам умею. И мне на материалы ушло бы, может быть, тысячи две. Но мне надо лицензию получать для того, чтобы самому построить. И давай-ка мы просто вот так крышечку поставим, чтобы себе было где прятаться. А потом разберемся. И мы ее поставили. Она нам очень нравится. И вот здесь такие шторинки он заказал совсем недавно. И мы закрываем вот эту сторону шторами вечером. Когда солнышко здесь светит, мы иногда здесь вот в карты играем. Здесь у нас камин вообще-то. Вот там вон камешки, которые мы все хотели поменять и все никак не поменяли. Надо тоже этим озадачиться и сделать. Здесь мы люсичьим. И здесь у меня коробочка вверх ногами лежит с тем, что я семечки из нее щелкаю. Этот цветок уже мужчина купил. Когда я в Оклахоме сказала, что мне очень хочется такой цветок, потому что он цветет все лето, но он у нас чего-то капризничает. Вот на этом должен стоять, но у нас дождит, дождит, дождит. И он думает, что ему, наверное, не нравится. Это наши соседи. Это чего-то он не разобрал. Такую еще штучку-дрючку. Все разберет. А это сад-огород, про который я вам тоже рассказывала. И у меня тоже снята фотография, когда он у нас еще был без растений. Это наш огород будущий. Вот такой достаточно большой. Чего тут? 4 метра длиной. И больше метра шириной. Вот такой вот большущий будет. А вон там наши соседи делают тоже огород. Вот эти вот линии. Вот они. Вот они. Это он хочет сделать... Как же называется, забыла, по географии учили в четвертом классе. Когда будут вот такими вот ступеньками сделан сад-огородом. Может быть, кустарники там посадят пока. Вот этот вот нокаут у них цветет просто шикарно. У нас пока такой розы нет, но тоже очень скоро будет. Огородик, несмотря на конец мая, у нас слабый. Но это исключительно потому, что ему тут 10 дней всего, как мы все поставили, посадили. Вот так вот, вот так вот. У нас пока вот такая крыша. Ее бы, конечно, надо бы здесь где-то разместить. Но мы решили, что поставим пока так. Лэри говорит, что она лет 10 может простоять, пока крыша не прожжавеет. Я думаю, пусть оно стоит. А потом уже, когда прожжавеет, это выкинем, да новую поставим. Но он такой хозяйственный. Он может и сейчас уже все строить. Тем более, что лицензию-то ему, оказывается, не нужна. А мы переговорили с соседями. Они нам объяснили, что если более 30 тысяч вы что-то строите, то надо. Ну, а то, что в 10 тысяч они оценивают, вы можете построить сами. Подушки у меня чего-то там валяет. Дождик был. Дождик был. Все немножечко неуютно. Но я думаю, лучше я сегодня запишу, чем я не запишу вообще. А чего соседи наши не стали делать? Они же там понастроили всего, что будут делать такой ярусный или, как называется, ступенчатый сад. Но, видимо, раздумали. Они очень много тоже всего делают. И они не стали никакую крышу строить, а натянули вот просто такой тент. Мы тоже могли на полгодика там натянуть. Но чего-то вот мы захотели вот так. Вот это дом, которого не было, когда мы сюда переезжали. А теперь вот спустя полтора месяца он уже вот такой. И практически Лэри переживал, что будет шум. Но его практически не было никакого шума. Так немножечко подстукивают иногда. Но вот как сейчас, вон где-то стукнули чего-то. Там уже внутри работают. Быстро-быстро построили такой. Показываю бонусную комнату. То есть она бонусная. Она не спальня. Хотя во многих домах, если там есть ещё ванна, то она считается ещё одной из спальней. Даже при том, что потолочек вот такой неровный. Это у нас не спальня. Это будет игровая комната позже для ребёнка. А сейчас пока это наш кабинет. Так, спошли в нашу комнату, которая у нас дополнительная. У нас тут вот такая лесенка. И про неё я спрашивала у Лэри на данном или нет. Ходить сюда, на второй этаж. Договорились, что несколько лет сможем ходить. Я отсюда вела репортаж, когда нам, наверное, устанавливали Wi-Fi. То есть она такая над гаражом. Вот такая вот с неровной крышей. Так часто делают маленькие дополнительные комнатки. Вот этот лавсит, даже не лавсит, он называется сети, мы привезли. Я очень хотела, чтобы он его поставил на крылечко. Там, где стульчики просто стоят. Оно по размеру проходило. Я всё замерила, привезли. И грузчики отговорили его туда ставить. Сказали, что вы, что вы. Оно всё тут от сенцепёка развалится. Дерево настоящее, ткань правдишная. Через месяц у вас этого не будет. Ну, не будет, значит, ставить не будем. Это телефон я не показала. У нас там внизу очень много телефонов. Их когда-то коллекционировал, какие-то продал. Какие-то ещё остались. Вот этот сюда на стеночку будет повешен. Он ещё пока не повешен. Это мой рабочий стол. Я его вам уже показывала. Когда-то у нас тут было. Это все наши штучки-дручки общие хранятся. Чего-то у него тут всё неправильно оказывается. Это лэринг-стол. Это лэринг-стол. На двух экранах он работает. Вон у него тоже телефон стоит рядышком правильный. Здесь наши гитары. Четыре. Я так думаю, что этот стул он не выкидывает. А на нём, наверное, играет. Когда тренируется. Зачем-то он у него здесь стоит. Вот здесь у нас музыкальная комната. Это я, кстати, вот не пользуюсь сейчас. Можно бы ходить и снимать. Решила всё-таки продать. Не смогла я к нему привыкнуть. Не работает он у меня как следует. Вот эта подушка у него принесена с дивана. От второй мы тоже откажемся, потому как он хочет здесь какой-то шум убрать из какого-то музыкального механизма. Я даже не поняла, из какого он хочет куда-то её прилепить. И вторую подушку я либо выкину, либо тоже куда-то пристроит. Он её потому как на диване у нас ещё пока нет подушек, которые по цвету бы подходили. У них когда-то такие шторы были, и они хранили. А нам оно сейчас вот надо тоже этим заняться. То есть ещё кое-какие недоделки есть, но их немножечко потихонечку всё доделаем. И я грозилась рассказать про то, что мы переделывали, и про нашего раз замечательного риэлтора. С риэлтором мы во вторник встречаемся. Мы пригласили их наконец-то на ужин. И мы готовы были это сделать ещё неделю назад, но они уезжали на побережье. Вот мы с ними поужинаем, и может быть потом я отдельно с нею проведу ещё разговор. Она расскажет о тех нюансах, которые надо знать. И вы можете под этим роликом посылать все вопросы, про которые вам бы хотелось узнать. И я основываясь на этих вопросах, и те, которые сама какие-то имею, я с ней этот разговор проведу. Может быть, стоит рассказать про то, как она стала риэлтором тоже. Она достаточно успешна. Тем более, что вот последние два года у нас здесь был всплеск по всей стране. Всплеск на покупку, на продажу. Цены очень выросли. Соответственно, вырос её процент не только от количества продаж, но и от суммы с каждой продажей. Это мы всё будем обговаривать. Подпишите вопросы. А сейчас про наш дом. Я уже сказала, в той части, где я рассказывала, как мы подготовили дом к продаже, я и свой точно так готовила. Когда каждую щербиночку на стеночках вы проходите, всё выравниваете, где-то что-то подкрасить, где-то что-то подделать. У меня было пятно на каунтертоп, как это называется, вот на кухне все поверхности. Я отмывала раковину и что-то такое отбеливающее поставила на эту поверхность, и там пятно такое и образовалось. То есть, если бы не это пятно, то у меня кухня была в приличном состоянии, можно было бы ничего не делать. Но я американка уже, правдившная, правдившная, и я никак не хотела продавать дом вот с таким пятном, потому что я к себе хорошо отношусь и к своему покупателю тоже отношусь замечательно. Поэтому я нашла возможность, как это сделать. И я там рассказывала, что у меня не были гранитные поверхности, как в этом доме. То есть, когда мы дом заказывали нашему риэлтору, она спрашивает, обязательно, чтобы были гранитные поверхности? Мы говорим, нет, мы не капризные, для нас это не принципиально. Ну, а в то время, когда мы с Женей покупали тот дом, тогда еще не было моды на то, чтобы вот поверхности непременно были гранитными. И мы нашли возможность, моя риэлтор, там Асечка, у меня есть про нее информация, я еще ее тут поставлю. Если кто-то в Оклахуме обращаетесь, шикарная девочка, она мне посоветовала купить просто специальную краску, которая наносится особым образом, но ваши поверхности начинают выглядеть как гранитные. И мы выбрали почему-то черный свет, не знаю почему. И мой мэн-мэйд, который помогал мне все фиксировать, он это раз прекрасненько сделал, причем сделал уже в мое отсутствие, я уехала, а она все еще рулила, вот то, вот, вот, и надо было доделать. Мы прямо в последнее время уже с ней это говорили и нашли, поэтому у меня фотографии есть того, что он присылал. Я, если найду здесь, поставлю, какое было, какое стало, может быть, не найду, не знаю. Вот, то есть я уже отсюда его хвалила, что спасибо за ту работу, которую вы делали. И я вам говорила, что даже все плинтуса я прокрасила, потому что, ну, вот они разного цвета получились, когда все убрала. Я пригласила девочку, которая моет дома у моих подруг, и попросила сделать вот передпродажную уборку. Обычно эта уборка очень дорогая, и она тоже сразу запросила с меня 250 долларов. Я сказала, не-не-не, вы просто придите и посмотрите мой дом, потому что окна мыть не надо, они у меня вымыты. Вот нигде ничего отмывать, ни двери не надо, они у меня тоже вымыты. Я просто хотела, чтобы она очень хорошо наполировала мне пол. Потому что вот пол, сразу про этот скажу, он здесь, несмотря на то, что новый и хорошего качества деревянный, у них было трое детей, большущая-большущая собака, и они тут, видимо, и на велосипедах, и на всем на свете гоняли. Он в некоторых местах, вот лак был уже смыт, и мы его здесь полакировали. А там я пол не лакировала, он был не деревянный у нас, а он был из искусственного материала. И мне хотелось, чтобы она его так начистила, что он блестел, как новый, что она и сделала. Я говорю, вот на это в основном. Но она еще и прошлась по моим ковровым покрытиям, хотя они были новые. Я поменяла, вот, я еще поменяла наше ковровое покрытие на новые, ну, выбрала самое дешевое, потому что делала с ней для себя. И я несколько раз проговорила еще фразу Джеймсу, что солнце. Я же говорила, давай поменяем для нас и понаслаждаемся этими хорошими свежими коврами. Ну, он как-то вот все упирался, и потом я их поставила, естественно, дешевые. То есть, зная, как американцы относятся и купли, и продажи, я смотрела в основном на удобство дома. Вот это меня устраивает, вот это меня устраивает. И я так поняла, что я этот дом смотрела без очков, потому что очки я ношу не постоянно. Кстати, сейчас они мне и не нужны, не надо их надевать. Я уже похуже значительно, конечно, стала видеть за эти 4 года. Я 4 года назад только надела очки, но я их не ношу постоянно. В машину вожу без очков, и я зашла сюда без очков. И смотрела, что вот это вот это устраивает меня. Кстати, очень понравилось, что у нас здесь потолок вот так вот хорошо вот этими зубчиками обделан. У них есть специальное название. Украшает так он дом, прямо сильно хорошо сделано. И меня устроило, что у нас вот такая вот... Ага, не видно. Я показывала, поставлю еще фотографию, что у нас вот такая вот раз замечательная. Я с розами все равно сишу, никак не могу на них налюбоваться. Уже третий раз мы покупаем в этом магазине розы, и все равно я хочу, чтобы они со мной на экране были. Стоят долго, раскрываются шикарно. Люблю, не могу. Лидл магазин. Во многих других покупала всякие бывают казусы, а здесь вот стоят. Вот что очень высокие потолки, что очень удобно, что гостевая комната далеко от нашей. Вот кухня удобная, ванна большая. Все это я вам уже показала, нас это все устроило. И мы на него сделали офер. А когда мы вот уже купили его, зашли сюда, я стала надевать очки для того, чтобы поделать все дырочки. Вот дырочки на стенах, где у них что-то висело, они сняли, а дырочки эти остались. Они этого не сделали. Мы с этого начинали. Я надела очки и вижу, божечки мои родные, стены все грязнючие, поцарапанные, лапки детские на них оставленные. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где-то что-то нарисовано. И моя первая реакция была, что давай я это все буду отмывать. Возьму щетку, возьму моющее средство и буду отмывать. Он говорит, не-не-не, мы этого делать не будем, потому что будет другого цвета. Нам до самого потолка мыть не надо. Ты здесь будешь больше тереть, а сверху вообще оно в нормальном состоянии. Мы просто пропылесосим и будет все другого цвета. Поэтому мы их подкрасим. Вот примерно с нашего рост мы все это подкрасим. Краска у них стоит. Пока давай будем эти дырочки заделывать. Мы заделали дырочки и пошли делать точап. Это вот так просто касаешься этой красочкой и оно разравнивает его практически. не видно. И мы сделали меток, а спали. Я уже вот по этой комнате прошла. Вон там дырочки. Тут немного, кстати, было в жилой комнате. Буквально несколько там пятнышек. Краска этой пришла оказалась, что она темнее. Того цвета, который на стенах. То есть, божечки мои родные, это значит, надо все перекрашивать. И вот гостевую комнату мы прокрасили той краской, которая была, на два раза. Причем, когда мы первый раз уже прокрасили, она очень быстро сохнет. Можно сразу начинать в следующий раз. Я Лерри говорю, Лерри, я не хочу, чтобы ты красил вот нашу гостевую комнату. Она высоченная. Там метров семь, наверное. Я говорю, я не хочу, чтобы ты долез. Он говорит, я тоже не хочу. Я этого никогда не делаю. Я всегда нанимала людей. Но мы здесь никого не знаем. Ты, пожалуйста, позвони своему риэлтору. Может быть, она нам кого-то посоветует. И она мне говорит, я, конечно, посоветую, но в связи с тем, что такие активные покупки, люди многое переделывают, они решили, что у них оплата должна быть теперь, как у профессоров. Но зачем вам перекрашивать все комнаты, если вы можете просто подобрать точно такую же краску, которая у вас на стенах. Ломите где-нибудь кусочек. И она мне дала номер телефона и название магазина, в котором они эту краску продают и очень хорошо эту краску подбирают. Ее подбирают и в других строительных магазинах, но она посоветовала именно этого, потому что он шикарный. И вот они все подобрали. Подобрали чуть-чуть, получилось светлее. Я говорю, нет, светловато все-таки. Чуть-чуть, но светловато. И он еще капельку чего-то докапал туда, и получилось идеально. То есть вот ту комнату гостевую мы два раза прошли, и комнату наверху я тоже все прокрасила, но уже этой краской. То есть там-то надо было на два раза, потому что чуть темнее, и уже она не так ровно ложится, при том, что катки хорошие, все было хорошо, за один раз не легло, на два раза пришлось. И ту комнату я прошла целиком, а все остальные мы прошли до половинки только. То есть там, где вот это все было наляпано, мы все это прокрасили на один тоже раз, потому что точно такая же краска. И, ну вот, выше тут у нас что-то у них висело, вот здесь над входом на кухню, там наверху-наверху. Ну, я не знаю, мы туда картину повешили, по-моему, еще никакой картины нет, но мы думаем туда какую-нибудь картину повесить. Разберемся пока. То есть все вот это у нас обошлось легкой кровью и большой экономией денег, потому что я не знаю, сколько они запросили за эту комнату. Если они хотят, чтобы оплата была такая, я поставлю номер телефона и название магазина, в котором нам это сделали. Кстати, расположен этот магазин в том месте, где мы сделали самый первый оффер, шикарный там дом, и я очень о нем жалею, но поскольку мы собираемся еще один дом покупать, я думаю, может быть, они будут делать, вот где-то строить эти дома между Гринвиллом и нами, у нас тут полчасика между этими двумя населенными пунктами, и вдруг они где-то здесь будут построить, мы, может быть, у них дома купим, потому что я до сих пор помню и жалею, что мы его не взяли, но понимаю, что мы его не взяли абсолютно правильно, потому что, ну, далеко от наших детей, а пока девочка маленькая, я буду стараться максимально помогать. И там целый час езды и по большому трафику. Там тоже был почти час езды, но он был по красивой горной дороге, а здесь вот по такому трафику, и это износ машины, это дополнительный, очень дорогой сейчас бензин, это мое время, это концентрация на дороге, ну, и два других пункта я уже назвала вам, почему мы его не взяли, но я очень хочу именно такой дом. Он меня очаровал, и мы сейчас все равно ждем, чтобы следующий дом определиться, когда тут все войны закончатся, и все эти, кризис, если даст Бог, закончится побыстрее, тогда будем смотреть, что с ценами, да, давай будем покупать. А они тот вот как раз участок заканчивали достраивать, и когда мы риэлтору сказали, нам все нравится, но нам не нравится вот это, и вот это, она стала не скоро будет строить в другом месте, может быть, мы там вам дом и выберем. Вот я не забыть с ней этот вопрос обговорить, вдруг они начали строить, может быть, мы у них все-таки купим этот дом, а может быть, даже в него переедем, потому что, ну, у нас это хороший дом, и чем дольше мы здесь живем, тем больше я в него влюбляюсь. И место, в котором мы живем, замечательно, и дом такой хороший, но тот просто сказка. И в два этажа, которые, и в один этаж мы смотрели, они оба шикарные. Я пока лучше домов вот такого небольшого размера, у нас 2000 скверфит, по-моему, этот дом, я напишу, сколько это в квадратных метрах, что-то порядка, думаю, 180, то есть это считается средний дом по американским меркам, он тот, тот шикарный, тот один там был побольше, один практически такой, но планировка там отдельно, библиотека, отдельно офис, шикарная спальня. Ну, я его показывала, не буду его описывать, шикарно, я все равно про него думаю постоянно, и вот мы будем встречаться с риэлтором, мы это обговорим. Так, ну, про то, что на порче мы крышу поставили, я вам уже рассказала, и из остальных переделок, это, конечно, было удивительно, что люди здесь прожили более 4-х лет, и ничего для собственного удобства не сделано, то есть нигде никаких полочек не сделано, вот внутри я имею в виду, ну, основные кухонные это есть, а вот в ваннах нету полок совсем, не было никаких крючков, никаких держалок, то есть Лэри это все прикручивал, наверное, в основном все, то, наверное, в основном все, то есть вот мы перекрасили, все зашпаклевали, пол лаком покрыли, причем я хотела очень блестящий пол, потому что у ребенка, у моего, в двух домах было так, она в один дом приехала, блестящий деревянный пол, то есть хорошим таким лаком покрытым, блестящим, и в этом тоже заходишь, и сразу все говорят, ой, какой у вас красивый пол, при том, что у него вид-то из окна еще более красивый, чем все остальное, я здесь захотела этого, я Лэри сказала, и он тот человек, который не говорит нет, но он не купил блестящий лак, он купил лак матовый, и он у нас просто пол защищен, все хорошо, но такого блеска большого нет, я не стала никак на этом акцентировать внимание, думаю, значит у него есть по этому поводу своя точка зрения, просто он не стал меня переубеждать, что это надо сделать по-другому, но сделал так, как сделал, ну и я не ропщу, я не ропщу, меня все в этом доме устраивает. Давайте будем заканчивать, с вами была Галина Смис, я всем желаю мира, поскорее мира, всего доброго, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok